Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, у нас начался март. Я, к сожалению, в феврале не успела раскрасить Кирби Розанаса, вот эту вот иллюстрацию в хрупком мире. И сейчас я ее села докрашивать. Вот, а у меня, к сожалению, не все хорошо получается с этой иллюстрацией, но надо ее как-то доделать. И сейчас хочу ее сегодня, вот сейчас прям осилить и полностью от и до все, что начала сейчас, докрасить до конца. У меня не получился вот этот цветок, я слишком много нанесла вот этого цвета. То есть я прям наслоила хорошо карандаш, а это у нас Умбра или как она там называется. Вот, слишком много его сделала. У меня просто оговоренных карандашей оранжевых нету. Вот, и поэтому пришлось затемнять именно таким карандашом. Здесь получилось достаточно симпатично, неплохо получилось, а вот здесь немножечко накосячило. Ну и зеленых тоже, в общем-то, акварельных как бы много, но светлых у меня мало. И поэтому приходится как-то вот импровизировать, смешивать цвета. Здесь я смешала, допустим, вот этот вот цвет, смешиваю с таким вот зеленым, либо где-то с таким зеленым смешиваю, чтобы хоть какая-то разница была. Она небольшая, но все-таки присутствует. Вот, осталось, в принципе, немного, и, наверное, фон придется затемнять, потому что я все-таки, надо было изначально мне прочитать, что это за лягушки, что они ночные, и тогда было бы уже проще, я бы изначально сразу сделала их темными. Поэтому теперь придется выбирать синий темный цвет и делать тут затемнение, по краям размывать и посмотрим, что же из этого получится. Не знаю, мне страшно. У меня как-то получается все тяп-ляп. Эти цветы я тоже испортила. То есть тут более-менее нормальный получился, здесь вообще полный трындец. Тут тоже, как видите, полный трындец. Уже не размывается карандаш больше, потому что даже здесь уже начинало протекать. Но сейчас высохло, не видно особо на камеру. Вам не видно будет, наверное, чуть-чуть, видите, здесь розовый есть цвет протек. Поэтому больше мне уже нельзя наносить сюда цвета, воды, иначе будет следующая иллюстрация испорчена. Там она у нас какая, с лемурами разворот. Ну, нет, я лемуры, правильно, лемурчиков я люблю, поэтому не хочу их портить. А лягушек не так жалко. Меня как-то они вообще не впечатлили. Я уже выбрала на месяц себе планы. Они в основном весенние. У меня немножечко, правда, ребенок уже порисовать успел. Но ничего, синий затемнем, и уже, я думаю, этого видно не будет. Короче, осталось чуть-чуть, но я очень долго делаю эту работу. Она меня уже, даже если честно, напрягает. Так, у меня последний показ этих лягушек волшебных. Я их по-другому назвать не могу. Но иллюстрация почти готова. Я больше ничего дорабатывать не буду. Размытие не совсем получилось. Синих оттенков. Потому что, короче, я не могу приноровиться вот этой кистью размывать. Потому что некоторые иллюстрации, точнее, некоторая бумага в раскрасках, она впитывает быстро краску. Ну, имею в виду карандаши, когда размываешь. Краска быстро впитывается в бумагу. И получается, если поступает очень мало воды с этой кисти, то у меня не получается размыть нормально, как, допустим, получилось здесь. Вот я сейчас как бы не добавила карандаш, и как бы я бы его опять не размыла, этот фигня так же и останется. Как бы, ну, может, постараюсь что-то сделать, но на камеру это смотрится ужасно. В реальности, конечно, это более-менее так смазано. Но на камеру это полный триндец. Вот, поэтому я уже, короче, мне уже надоела эта иллюстрация. Она мне неинтересна стала. Поэтому я ее заканчиваю и забываю, как страшный сон об этих лягушках. Они мне не понравились. Я думаю, что будет просто раскрашивать их. Нифига. Как-то, не то чтобы, их не сложно раскрашивать, но они достают тебя. Вот, просто уже не хочется на них смотреть, на этих лягушек. Так, поэтому здесь я решила ползу им, короче, тоже не заморачиваться с цветом. Закрашиваю им вот таким вот серо-зеленым оттенком. В принципе, подходит нормально, не как сочетается хорошо с оттенком данного зеленого. Поэтому я думаю, что будет не страшно. Немножечко ошибочно были некоторые варианты, но на ошибках учимся. Поэтому как бы, как есть, так и есть. Страшненькая иллюстрация. Ну, постараюсь, конечно, может быть, здесь что-то еще чуть-чуть изменить. Потому что, видите, уже бумага начинает скатываться. Здесь синие и зеленые, по-моему, не протекают на эту сторону. Но уже как-то вот тут вот меньше воды. Ой, боком снимаю. Здесь было меньше воды, и она вот немножечко подзавернулась. Все, а здесь было ее больше. Вот, и получилось то, что она уже прям так конкретно, даже жесткая стала. Посмотрим, короче. Попытаюсь чуть-чуть так ее более-менее сгладить, эту иллюстрацию. Но уже навряд ли прям тут, вау, что-то получится. Ну, для меня сойдет, в принципе. В каких-то деталях, в каких-то мелочах, в каких-то местах я вижу прогресс. И мне это уже, этого достаточно, вот. Ну что ж, одна иллюстрация у меня готова. Точнее, доделана. Я приступила ко второй уже иллюстрации. Это у нас сумеречный сад Мария Тролли. Выбрала я вот эту иллюстрацию. Ну, во-первых, как бы здесь сирень. Однозначно тоже весна. Поэтому, в общем, сейчас в этом месяце, в марте, у нас, естественно, все весенние будут иллюстрации. Больше цветов, больше желтого, яркого, такого красочного настроения. Использовала для фона я здесь поска. Решила поэкспериментировать, попробовать. Пока как-то до гуаши, до акварели и акрила руки не доходят. Ну, мне мало места на столе. Сами понимаете, ноутбук. Убирать его не хочется. Чтобы все вот разложить, все акварель, да, все эти принадлежности. Нужно больше места, и поэтому как-то вот меня что-то останавливает, да, я не делаю. Можно было бы, конечно, разобрать вот здесь все и отодвигать во время раскрашивания для акварели там, да. Ну, не знаю, насколько бы это было удобно. Может быть, когда-нибудь так и сделаю. Я единственное, что думаю, мне должны с детского мира прийти мэнджики. Большой набор, 24 цвета. Именно в обычном карандаше. Не толстый, не такой вот формат, а трайтон, по-моему, они называются. Или как-то так, обычный, как обычный карандаш. Вот. И хотелось бы, конечно, их дождаться. Там есть фиолетовые оттенки. Их там много. Розовые, фиолетовые разные. И вот применить бы на эти цветочки. Потому что все-таки мэнджиками как-то интересно такие иногда детали раскрашивать. Плюс, в общем-то, я приноровилась, выбираю подходящую сторону, да. И получается как бы раскрашивать. Но у меня в обычном наборе нет таких фиолетовых оттенков. В основном только розовый и красный с оранжевым, тип того. И, кстати, вот я не помню, что это за цветок. Напишите в комментариях, что это за цветок такой. Ну, я приблизительно как бы догадываюсь. Название только не знаю. Но все равно выглядит оно не так по интернету, если смотреть. Максимум только знаю вот это вот сирень. А что все остальное здесь, это я даже, если честно, и представить не могу. Раскрашиваю я пока что карандашами премиум из Fixed Price. Не очень мне нравятся эти карандаши. В плане того, что они не на каждой бумаге хорошо ложатся. Вот есть бумага, на которой они прям ярко пигментированы. Но на этой бумаге она немножечко гладкая. И получается, что они как суховатые по ней не ложатся именно на нее. А когда карандашом вводишь по бумаге, они так вот сухо рисуют как-то. И мне кажется, что мало пигмента отдают на бумагу. Поэтому меня они немножечко в этой раскраске не устраивают. Какой-то они хорошо красят, а вот в некоторых не очень. Пока еще не знаю, в каких раскрасках лучше ими красить. Ну, пока что не отключаемся. Остаемся со мной. Я еще что-нибудь вам допокажу здесь. Так, ну, в общем, я решила. У меня все никак не получалось с Диснеем. Я месяца два или три не могла в них пораскрашивать. Хотя у меня были планы. Были... Даже был отснят ролик уже на тематику, которую я хотела сделать. Но в этом месяце... Я сейчас пока сижу, но я сейчас начну сразу, чтобы не затягивать. А в этом месяце что-то мне захотелось. У нас наступила весна, и я хочу пораскрашивать принцесс. Таких вот летние такие... Ну, точнее, весенние варианты, так скажем, да. Мне захотелось принцессок пораскрашивать. Я уже выбрала. Сейчас покажу. Самые первые... Ну, самые первые изначальные страницы. Я без штатива, потому что, ну, тут как бы минутное видео. Думаю, нет смысла штатив ставить. В общем, я хочу Алису номер два пораскрашивать. Свою Золушку любимую пораскрашивать. Ну, наверное, и Ариэль тоже я хочу раскрасить в этом месяце. Вот. Пораскрашиваю основательно, наверное, в этой раскрасочке. Это новая. Здесь у меня нет еще, по-моему, ни одной иллюстрации. Вот. Поэтому как раз так еще заодно и начну новую раскраску. В общем-то, каждый месяц у меня получается достаточно много новых раскрасок задействовать. То есть, в принципе, все мои планы состоят всегда из раскрасок в основном новых. Потому что я их очень много покупаю, да. В последнее время очень часто я их беру, раскраски. И получается так, что где-то порядка двух у меня старых или трех раскрасок, которые уже задействованы были где-то. И все остальные порядка семи, восьми, десяти раскрасок у меня выходят новых. Вот. Но я это делаю без всяких там челленджей и так далее. Просто, ну вот, само по себе так получается, что я беру всегда новые раскраски. Ну что ж, в итоге выбрала я вот эту иллюстрацию, Рапунцель. Ну, это одна из принцесс, которых я буду раскрашивать. Также я и те остальные, которые показывала, скорее всего, тоже задействую. Здесь я уже попробовала карандашиками. Пока что здесь раскрашиваю полихромосами и призмой. В основе сейчас лежит именно призма. То есть вот эти два цвета, это призма, черный, это полихромос. Но так как маленькие линии у черного были, естественно, жестким карандашом, их удобнее раскрашивать, и я решила призму на это не тратить. Ну, если честно, это, скажем так, дорогое удовольствие раскрашивать в этой раскраске призму. Во-первых, я заточила один раз этот карандаш не той точилкой, и у него грифель сломался. Получается, что чем смогла, докрасила, но в итоге пришлось затачивать по-новой, и это сточило достаточно большое количество карандаша. Это печально. Ну ладно, в принципе, поштучно они продаются, они критичны. Почти закончила свой этот блендер, осталось совсем чуть-чуть. Почему я эту иллюстрацию выбрала? Ну, здесь, как вы можете видеть, слишком широкие линии, и здесь не будет проблем раскрашивать карандашами. То есть на мелкие линии, конечно же, будет жалко тратить карандаши, потому что, допустим, вот здесь, да, на соседней иллюстрации всякие тонкие и мелкие линии, и дорогие карандаши будет жалко на это все тратить. Но посмотрим еще. Может, в принципе, ну, можно же смешивать разные карандаши. У меня их достаточно большое количество, есть дешевые, есть дорогие. На тонкие линии можно подбирать дешевый карандаш, на более крупные линии можно подбирать уже подороже карандаши, так скажем, да. Посмотрим, что в итоге здесь получится. Ну, конечно, полосит, призма полосит, потому что чувствуется, как воск на бумаге. Я не надавливаю, в принципе, сверху еще блендером прохожусь, но зато хорошо, да, он такой рельеф волосам придает, да, как будто они будут настоящие, наверное, сдалека. Посмотрим, это уже будет видно, когда, ну, раскрашу больше. Пока что мало. И что интересно, в этой иллюстрации нет черного цвета. Он здесь вот один единственный, и это на глазах. То есть все остальное дальше уже светлых оттенков идет. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Ну что, такие мои успехи, и успехи у меня плохие, я хочу сказать. Я думаю, вы все уже видите, вот этот желтый просто нереально страшный цвет. Ну, здесь он не такой, конечно же. Это, наверное, больше вот к этим оттенкам относится, то, что я нанесла на место вот этих вот оттенков. Но мне не получилось подобрать прям правильный оттенок, и после блендера он стал еще оранжевей. Ну ладно уж, испортила так испортила, да, делать в любом случае придется. Это жалко, конечно, но куда деваться, придется так оставлять рисунок. Ну, имею в виду, закончить, но с таким итогом. Уже навряд ли я смогу что-то переделать. Во-первых, поверх блендера уже навряд ли что-то ляжет в какой-то другой цвет. Ну и меня можно поздравить с пустышкой, так скажем. Я вот, наверное, еще один раз смогу с плоскогубцами заточить вот этот вот огрызочек. Он там вот такого вот размерчика. Это вообще очень мало. Не, ну у меня есть еще блендеры. Тоже уже половина одного заканчивается, и еще два где-то в запасах. Есть другие блендеры, но призма мне нравится больше, поэтому надо будет уже, наверное, через месяц, максимум два, заказывать себе новые блендеры. Вот. Ну, планов у меня пока что мало выполнено было. Сделала я всего лишь только две иллюстрации за сколько уже, за четыре дня. Маловато. Нужно бы поднажать. Ну, наверное, сегодня я, возможно, не знаю, если буду сидеть дома по магазинам, никуда не поедем, то, наверное, поднажму сегодня и попробую еще хотя бы одну или две иллюстрации осилить. У меня вот эти вот три раскрасочки нужно раскрасить. Там ничего не начато. Здесь, короче, вот до Сюдова, до Хрупкого мира, это вот те раскраски, которые я выбрала на месяц. Ну, Хрупкий мир и Луиза Хей уже у меня раскрашены. Вот эти вот две раскраски осталось. Получается две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и там десять. Десять этих и три вот такие вот. Получается тринадцать раскрасок у меня еще в деле. Вот. Тринадцать это с теми, да? Ну, вот это еще четырнадцатая. Ну, здесь я, может, одну, может быть, несколько раскрашу работ. Кто знает, это будет видно дальше. Ну, мне так жалко, что такая, блин, взяла или испортила рапунцель. Ну, ладно. Со всеми бывает, мне кажется. Нет, думаю, не страшно. Тут у меня мой пенал с призмой и с полихромосами. Вот. Ну, с этой работой я уже больше ничего показывать не буду. Не знаю, что я сегодня буду раскрашивать, пока не думала. Но если мне придут сегодня все-таки мои карандаши, ну, мэджики, да, большой набор, то я, конечно же, пораскрашиваю в сумеечном саде, потому что я там работу специально оставила, не доделывала до конца цветы, специально оставила на то, чтобы попробовать фиолетовый фломастер. Ой, фломастеры фиолетовые, мэджики, карандаши. Вот. Ну, и здесь мне тоже, кстати, не очень нравится цвет. Получается, вроде бы подбор неплохо... Ну, прям, грубо говоря, идентичный подбор вот этих двух седьмого и восьмого цвета. И двойка розовый тоже идентичный. Но на картинке это выглядит в готовом виде. Это выглядит в два раза симпатичнее, потому что здесь нету цифр. Вот цифры никак не закрашиваются ни карандашом, ни фломастером, сколько я уже раскрашиваю в этих раскрасках. Это, конечно, такой большой минус этим цифрам, хоть они и серого цвета. Так, ну что ж, я продолжаю раскрашивать. Ну, как бы на календаре уже 5 марта. Еще маловато работ, конечно, сделано. Я стараюсь сейчас, на данный момент, вообще с прошлого месяца, стараюсь, если уж начала, то закончить сразу иллюстрацию. Либо в ближайшие дни ее закончить. Потому что, ну, надоело. У меня, получается, очень много начатых иллюстраций, а закончить я их так в итоге и не смогла. И сколько бы месяцев я не пыталась их обратно впихнуть в свои планы, все равно рука к ним не тянется, они лежат. И до сих пор не могу некоторые работы доделать. Ну, я думаю, что время придет, всему свое время, как бы придет время, и однажды я ее раскрашу. Вот. Ну и вот по своим планам я иду. Все-таки пока что все по плану раскрашиваю. Это удивительный мир животных. Здесь я выбрала вот такую вот иллюстрацию с бабочками-монархами. Я забыла. Я смотрела фильм как-то и забыла, что эти бабочки оранжевого цвета. Вот. Начала рисовать, ну, типа, желтые цветы. Короче, это, получается, молоча. И молоча у нас тоже разные. В общем, можно было цветочки бы и розовыми сделать. Ну, ладно. Желтый вариант, в принципе, тоже неплох. Останется сейчас, короче, листочки закрасить. Самих бабочек. Там желтый и оранжевый будут применяться. Поэтому, я думаю, не страшно. Ну, нормально сделаем. Вот. И фон, наверное, придется какой-то более... Либо делать с сероватым оттенком, либо яркий, но чтобы он был либо там голубой, синий, фиолетовый, красный. Потому что, ну, слишком много желтого, зеленого и оранжевого будет. Вот. Ну, наверное, что-то буду делать с серым подтоном какой-то. Скорее всего, выберу фон. Ну, потому что слишком ярко все. Нужно будет немножечко заглушить эту яркость. Вот. Пока что, короче, так. Сегодня, наверное, закончу эту работу. Ну, я думаю, что ее сегодня уж я точно закончу. Но, навряд ли, что-то буду еще раскрашивать. Как бы, нужно остальные раскраски рисовать. Поэтому и опять здесь куча бабочек. Надеюсь, не опять монархи. Нет, это уже тигровые. Вот. Короче, наверное, с одной только раскраской. Работой здесь сегодня справлюсь. И если уж все-таки мне придут мои мэджики. Именно сегодня. То, конечно же, я ботаник. Ой, в сумеречном саде доделаю работу. Вот. Ну, а может и в ботанику мне применю тоже, не знаю. Всем спасибо большое за внимание. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И всех с наступающим 8 марта. Вот. Потому что не знаю, когда выйдет ролик. Но это будет, скорее всего, перед 8 марта. Желаю вам счастья, любви, творческого вдохновения, здоровья. Короче, всех благ, которые только есть. И не унывать. Вот. Так что все. Всем спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok